Приветствую вас! И вообще говоря, проблему, в которую вы списываете, можно решать только анализ того, что мужчина пытается выразить через обвинение вас в том, что ребенок падает. То есть вам нужно перестать смотреть на обвинение мужа как на поведение, направленное на вас саму, а воспринимать его слова, его реакции, его проявления, как что-то, связанное непосредственно с ним самим. То есть либо у человека есть определенные проблемы, конфликты, трудности, кризис может быть, может быть страх за ребенка, который основан на своих личных переживаниях. То есть может быть такая ситуация, когда, например, человек в детстве так же ударялся часто, так же падал, но при этом его никто не жалел, никто ему не помогал и никто не пытался капитать что-то сделать с этим. В результате человек чувствовал себя очень сильно покинутым, человек чувствовал себя одиноким и не хочет теперь, чтобы его ребенок избытывал то же самое. Желание, согласитесь, довольно-таки логичное в данном случае, но неосознаваемое со стороны мужчины. И поэтому человеку нужно сначала объяснить, что его страх из детства, это его страх из детства. А ребенку такое не грозит, потому что его сна, то есть вы являетесь его матерью. А если у него есть какие-то проблемы с его матерью, то их нужно решать в одностороннем порядке, то есть без вас. Вы здесь можете только мужчине помогать. Есть и еще вариант, при котором мужчина может так себя вести. И этот вариант заключается в отсутствии чувств к вам. Ну вот, прошли у него к вам чувства. Так бывает. Но он этого не осознает. Он не отдает себя счет в том, что вас он больше, например, не любит. И поэтому, испытывая некоторое разношение от того, что он вроде бы как с вами, но при этом не испытывает никакого желания быть близким к вам, не испытывает никакого стремления не делать вас счастливой, не идти навстречу, не дарить тепло, ласку, заботу и любовь. И за это он вас обвиняет. Вроде потому, что человеку проще представить все так, что виноват не он, а вы. Ну вот, люди такие. И в этой ситуации вам можно сделать только одно. Это попытаться понять для себя, что у вашего мужа чувства действительно прошли. И тогда сделать уж ничего нельзя. И вот здесь, в этом случае, мы обращаемся к тому, что вы пишете. Ушли на три месяца и вернулись. А почему вернулись? Что заставило вернуться? Муж или ребенок? Если муж, то что говорил? Что обещал? На что давил? Что заставило вас вернуться? Если ребенок, то тогда еще вопрос. А вы уверены, что от того, что вы вернулись, ребенку лучше? Ведь вряд ли ваши напряженные отношения с супругом как-то могут конструктивно повлиять на ребенка. Ну, я думаю, что очевидно, нет. И теперь вам нужно постараться для себя эту же истину уяснить. Для того, чтобы понять, что для ребенка лучше, когда его родители находятся в покойном состоянии. Если вы находитесь не в покойном состоянии, а в постоянном напряженном, конфликтном и так далее, то нет никакой возможности для ребенка развиваться полноценно. И вы ему вредите. И тогда получается так, что у ребенка для вас оправдание. Оправдание для того, чтобы вернуться к мужу. И оправдание для того, чтобы с мужем получить что-то, чего вам не хватает без него. И вот тогда ваше вот это вот желание, потребность, его нужно прорабатывать. Его нужно осознавать и удовлетворять независимо от супруга. Чтобы быть не во власти его, а самостоятельно и уже тогда решать. А вы будете с ним? И если да, то ради чего? Наиболее распространенный вопрос, который обычно задают в таких случаях, звучит так. Ну вот, я хочу сохранить эту семью ради ребенка. И на этот вопрос я вам отвечу так. В семье у вас, если у мужа нет трудностей и есть отсутствие чувств, не будет. Потому что невозможно построить теплые семейные отношения, пружинские отношения, отношения между мужчиной и женщиной, если нет чувства, если нет уважения, если нет понимания, если нет стремления делать друг друга счастливыми. У вас этого желания вроде бы хватает, раз вы вернулись. Но вот у мужчины его нет. И давайте для начала поймем, почему нет. И когда поймем, будем уже разбираться с тем, что вам делать дальше. Потому что делать дальше вам нужно то, что лучше для вас. И для ребенка. Если вы будете несчастливы, например, несчастливы с мужем, ребенку от этого лучше не будет никак. Потому что ребенку нужна счастливая мама. А если вы будете счастливы, но не с мужем, то ребенку будет лучше. Да, он будет жить в неполной семье, да, у него будут некоторые ремонты без проблем, но эти проблемы решаемы. А вот если он будет расти в постоянном давлении, напряжении, то проблемы могут стать очень серьезными, которые решить будет сложно. и самое главное, они могут здорово помещать человеку идти уже своей жизнью во взрослом периоде. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Редактор субтитров А.Семкин